Турниры по джиу-джитсу в Алтайском крае проводятся не часто, но если мы увидим вывеску впервые в Барнауле, первенство России, всероссийские соревнования на кубах Германа Титова, то это сразу привлекает огромное количество зрителей, что мы и видим за моей спиной. Сотни болельщиков пришли на трибуны спорткомплекса Победа, чтобы поболеть за участников и понять, что же такое джиу-джитсу. В зале расстелено пять татами. Участники в кимоно и помимо реальных поединков, есть больше импровизированные. Скорее для демонстрации техники, мастерства бесконтактного боя. Первенство России представлено в дисциплине бои юноши и девушки, а также ката парная. Игра шуток. Что это такое? Ката парная – это демонстрация техника, технические соревнования парные, бои. Ну, соответственно, это понятно. Правда, у алтайских ребят дела на турнире, где спортсмены выступали в трех дисциплинах, шли не лучшим способом. В родных стенах получилось завоевать всего одну медаль, и та не золотая, бронзовая. Но спортсмены времени зря не теряли. Пусть не получилось успешно выступить на турнире, попробовали себя в судействе. Так, одна из участниц и судей турнира, бывшая танцовщица, занималась бальными танцами. Три года бальными танцами и почти пять лет джиу-джитсу тебя поддержать, становишься сильнее, быстрее. Ни о чем не беспокоишься, знаешь, как будешь действовать уже. Лидерами турнира, в котором были представлены 34 региона, стали спортсмены из Московской и Тверской областей, а также Санкт-Петербурга. Теперь спортсмены примут участие в Кубке мира, он пройдет в мае в Казахстане и в чемпионате мира, который состоится и в июле в Монголии. В Азию этот вид спорта перебазировался по понятным всем причинам. Это значит, что джиу-джитсу с нами надолго. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.